Привет, друзья! Это у нас последний предновогодний влог. Следующие уже будут, скорее всего, из автопутешествий. Я постараюсь за несколько дней все, что у нас будет происходить, записать. Напоминаю, что на этой неделе в четверг мы уже поедем в сторону Кавказа. У нас нет четкого плана, поэтому будем как-то адаптивно, интуитивно выбирать маршруты и кайфовать. Мне очень этого хочется. Чего по погоде, друзья? У нас плюс 2 градуса. Снег, он, смотрите, какой липкий стал. Вот это единственная, знаешь, что проблема? Мы сейчас нормально выйдем или нет? Блин, я так хочется вот эту стопень вбраться. Можно я кину потом, верю? Может, не разобьется? Ну, ты только не сильно бросай. Лошарик. Я тут с собой уже взял ноутбук. Короче, мне завтра надо на работу, но мне не хочется этого делать. Я оставлю его маме, закажу Яндекс курьера. И, в принципе, это все, что осталось от меня. На работе. Ноутбук и зарядка. Прикинь, как если сейчас в лобешник вот таким зарядить? Вон. Да, он тяжелый, такой мокрый. И вот вам днем показываю обстановку в нашей деревне. Очень-очень много снега. Он немножечко тает. По-моему, всю неделю будет такая температура, если не ошибаюсь. Ну, значит, все, мы тут все расставим, будем ходить с собой. Я говорю, надо байдарки покупать. Видишь, тут опять стена снега. Сейчас все-таки пройдусь лопаткой. Ну, давай, я заведу. Ты сиди, грейся. Вот тут лопаткой прошелся, чтобы колеса сразу хоп, вот так вот. И я не застрял. Ну, и почищу саму машину. Снег мокрый, тяжелый. Он будет долго таять, поэтому лучше его смахнуть. Друзья, мы приехали к маме в гости. Я поставил машину, кое-как сюда забрался. Очень много снега. И обратите внимание, здесь такая же беда, как и у нас. Очень глубокий снег. А? Ой, возьми мне, пожалуйста, Катюш. А еще у меня, знаешь, что в двери этот лежит? Кошелек мой. Я его что-то не забрал. Давай я что-то у тебя возьму. И телефон, все. Я что-то начал записывать и забыл все вещи. Короче, друзья, вот есть шлагбаум. Ты его открываешь и вот тут буксуешь постоянно. На ESP тачка работает. Помогу, помогу. Помогу, все сама достать. Конечно, конечно, давай. Мой манюненький, давай же. Да, ты дотянулась, молодец, огурец. Тут вылезешь, тебе помочь? Не нужно. Я думал, только у нас все плохо. Ну, нифига. Давай. Все, все. Ты молодец. Спасибо. Я, конечно, не ожидал, что такая беда будет еще у мамы во дворе. Вот это мое, да? У тебя есть ключи, да? Если что. Все. Сейчас пойдем поболтаем. Там Темик сейчас еще в гостях. Встречайте блогера. Хе-хей. Тема же еще у тебя. Здорово. Здорово. Ты Ча. Да ладно, че ты. Здорово. А че Тема нас не встречает? А дверь будешь закрывать? Буду. Тем. Что ясно. Иди поздорово. Здорово. 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 Уходит эпоха. Сейчас я буду сбрасывать свой рабочий M1 на 16 гигабайт до заводского состояния. Все приложения и все данные я с него снес уже. Надо только нажать Reset. Ну и кому будет интересно, то в автопутешествие я поеду с вот этим ноутбуком. Это мамин Asus VivoBook. К сожалению, не знаю, какая там моделька. Может быть, на монтаже подпишу. В принципе, это тоже очень мощный компьютер. Здесь стоит процессор i7-12700H. Тут стоит видеокарта вот такая Iris XE. И в чем преимущество этого ноутбука? То, что здесь очень качественный экран OLED. Это, конечно, друзья, вообще великая штука. Я вам пальцем показывал на наклейку Pantone Validated. Тут картинка соответствует самым строгим стандартам. И еще одно классное преимущество, то, что здесь стоит очень классный звук Harman Kardon. Не знаю, вот тут видно гравировку или нет на корпусе. Но когда включаешь видосы и мощность выкручиваешь на полную, звук очень объемный и прикольный. К сожалению, я не могу через экшн-камеру вам передать качество этого экрана. Но я думаю, вы прекрасно понимаете, что такое OLED. Мне, например, картинка, я заблаговременно смотрел свои ролики, прям очень понравилась. То есть, с точки зрения цветокора, экран просто пушка. От IPS они, конечно, сильно отличаются. Плюс здесь 120 Гц. По поводу монтажа пока ничего не могу сказать. Я не пробовал, приложение не установил. Сейчас заберу его домой и вечером позаморачиваюсь. Но по идее он не должен быть медленнее, чем M1. Потому что если вдруг кто не знает, то на M1 оптимизация Premiere Pro пока еще страдает. Но это не совсем то, чего хотелось бы вообще получить от такого процессора. А Final Cut я, соответственно, не сижу в последнее время. О, у меня тут обновилась винда, потому что он достаточно долго стоял на месте. Сами видите, пыльный экран. Практически завершилось обновление. Сейчас мы дождемся картиночки и я его буду выключать. Единственное, конечно, что беспокоит, это шум. Потому что на M1 вообще нет никаких вентиляторов. Тут он шуршит. Винда обновилась. Я вижу, тут появилось приложение SoulPilot, предварительная версия. Ну и вот такая у меня тут замечательная картинка висит. К сожалению, вы не видите так же глазами, как вижу ее я. И эта экшн-камера не способна передать всю красоту. Но поверьте на слово, OLED это, конечно, охеренно. Я вот смотрю свой предыдущий ролик, и здесь цветокор выглядит немножко иначе, чем на моем домашнем компьютере. Там тоже хороший монитор, но тем не менее цвета немножко иначе передаются. Но опять же, вы этого не можете увидеть, потому что сверх этого цветокора еще текущего ролика будет цветокор. Но когда я его первый раз увидел, загрузил какие-то HDR ролики, я, конечно, обалдел. Я просто думаю, нифига себе. Поэтому я понимаю ребят, которые покупают все телеки за 400 тысяч, 65, там 75 дюймов, и кайфуют с картинки. Там глубина черного, просто пушка. И, блин, ребят, короче, это очень тяжело передавать словами, это надо увидеть. Некоторые пишут, что еще очень классная технология мини-лет, но, к сожалению, я ее не видел в действии, поэтому ничего сказать не могу. Может быть, там еще все гораздо круче, но от OLED я, конечно, кайфую. Смеялась над моей шапкой, сама носит ее. Броньё. Не, ну что-то говорила она, я тебе серьезно говорю. Просто я плохо помню. Это специально говорила, чтобы ты ее не носил. Компуктер, поддеванная подмышечка. Тут мой мусор. Вот, все все взяли. Все при делах. Сейчас я ключи посмотрю, а то мы как в прошлый раз обратно вернетесь. Ой, блин, это такой прикол, ребят, был. Мы от мамы поехали и забыли у нее ключи. Вон там они висели. Я к дому подъезжаю. У меня так... А ехать до дома иногда два часа. Да, горел. А мы долго ехали. И я тогда уже все, начала за машиной прятаться. Да, немножко молиться, молиться потихоньку. Да. Ой, мамка меня зажала. Покажи напиток прикольный. Я хотел поделиться в моем любимом грузинском... Надо встарить. Я в ахере просто, что у вас тут происходит. Вот у нас происходит. Катюх, помоги, пожалуйста. Заднюю дверку открой. Я поставлю аккуратно. Сначала переднюю. Ты просто путаешь с Вольво. У меня все ручки открываются. А тут надо дернуть переднюю. Так. Компоктер аккуратненько ставим. Вот так вот, чтобы он не бился. Так, что у нас тут еще? Коврик мой. И что еще? А, ну идите, я вас догоню. Я сейчас машину заведу и к вам приду в магазин. Бутылкой что ли пойду? Так. И я уже говорил, что у меня есть классная функция. Тачку заводишь, блокируешь двери. Она греется. Я иду в магазин, возвращаюсь. И уже тепло и хорошо. Так, попки врубаем. Все. А мы решили забежать еще в магнит перед домом. Возьмем стики, хлебушка. Ну так, помилочи. Ой, какой привычный звук для Москвы в последнее время. Бедняга. Ма, как будто в деревне живем. Вообще пипец. Так, аккуратней мой, не падай. Давайте под попку. Хоп. Что нам надо, Катя? Да, да, грила ваша. Тебе ореховую брать, нет? Да, можно взять. Смотри, она идеальна под этим. Под стилькой. Так, ну что ищи, где он? Ореховый? Ну да. Сейчас найдем. Сейчас все сделаем. Может быть, его уже и нету. Кажись, ты и нету. Есть вот такая прикольная вроде. Нет? Ну, на свой вкус смотри. Кто-нибудь ел мясо медведя? Нет, не, не хочу. Жесть. Ты увидела сама. Как-то мне жалко прям. Медведь. Хотя это, конечно, лицемерно, потому что курятину, свинину и говядину я ем. Ну, медведь это как-то это. Не, мне сниму курятину. Мне лошадиное мясо тоже не особо. Когда его разводят курицу-то на птицефабриках, как-то мы привыкли к этому. А это дикий зверь. Их же точно не разводят. Не, не буду. Оно? А, да, да. Сурогодность. Поверяй. Вводим до 25 февраля. Нормально. Одной хватит? Да, конечно. У нас есть еще с прошлого раза то, что вы покупали. А, сериал Наталья. Ремит. Димка сказал, можно брать. Да? А он эксперт у нас? Да он про ремит. Что-то посмотрел, когда я что-то пыталась взять. Он сразу же полез в интернет по рейтингу, чтобы там полезно и повредно. У Димки есть. Он прикольный такой парень. Рассказывает нам про здоровую еду, а потом напьется. Потом снова про здоровую еду рассказывает. Что это? Можешь пить? Это сыр. Почему здесь все светленькое и две полоски какие-то заветри? Не знаю. Ай. Тресин взять. А тут такой, да, есть вкус? Нету больше никого. Ну, давай. Давай три возьму. Только давай я у тебя корзинку возьму. Тяжелое. Только я, но ее уже нет. Фихую выпили, да, все? Я взяла бутылку одну последние тогда. Он очень вкусный, фихуевый. И это самое. Она мне очень понравилась. Хотела взять, но уже больше не получилось. Говорят, яйца, да, подорожали? Только я не видел. Ты будешь икру брать? Вот эту с копченого осася? Нет, у нас на самом деле это есть. Параш в морозилке котлет сделала. Просто мы через три дня уезжаем. Семки будете брать? У нас есть. Точно не будем брать. Ну, кстати, да, вижу. Десяток. 151 рубль. Ничего себе. Ну, есть за 119 и даже за 109. А есть и за 189. Ладно. Я предлагаю, правда, особо не набирать. Рыжиковое. Масло рыжиковое. Я сейчас еще чудо себе возьму. Чем мне понадобится масло? Рыжиковое? Он так злится, когда я его рыжим называю. Он такой, наполовину. Метис. Метис, да. Да, вот его я и хочу. Ой, смотри, а такого же не было, по-моему, да? Это новый какой-то пломбир. Не было, ни разу не видел. Будешь пробовать? Ну, давай. 9 декабря. Нормально. Одна штучка, да. Ну, и сырков можно взять. Сентябрянский творог масса сырковая. Пропало, да? Это жрока, да, она брала. Вот эти я люблю. Все, ребятушки. Офигенные. Светлогорье. Смотри. Есть гран-десерт. Мы тебе купили в прошлый раз вот такую штуку. Она дома стоит. Как думаешь, она такая же вкусная, как эта, нет? Понятия не имею. А по цене? Дороже, да? Ну, нет. А это одно и то же, смотри. А, да, да, точно. А гран-десерт? Нет, гран-десерт чуть дешевле. Ну, возьми мне гран-десерт, еще я как раз сравню. Все, мне больше ничего не надо. Так, ребят, забежали, вкусненького взяли. И все, сейчас поедем. Ну, мой график ужинов вообще полетел в Тартарары. Время час пятнадцать. Катюха мне готовила тут котлетки. Вот такой творческий беспорядок. Да ты не переживай, я когда компьютеры кручу, у меня то же самое происходит. Сейчас ем с макаронами. Налью себе на такхари. На тактари. Господи, тяжело выговорить. И мы будем смотреть сериал Политех. Ну, он такой на самом деле. Просто средненький, я бы, наверное, сказал. Да, у меня тут такая ролевуха, друзья, на ночь глядя. Короче, сгорела коробочка, куда я вставлял свой SSD-диск от компании Орико. Я вам показывал эту штукенцию, которую заказывал на Алиэкспресс. По-моему, за 3600 рублей я, конечно, не ожидал, что она так мало проработает. Но давайте расскажу про симптомы. Я сидел за ноутом, который я вам чуть ранее показывал. И решил подключить вот эту херовину через Type-C. Для того, чтобы срендерить что-то, посмотреть, какая производительность у этого ноутбука. В общем, я вставил провод Type-C. Чувствую, запахло горелым. Сначала не придал значения, но при этом сам диск в системе не определялся. Я снова вытащил, тащил его. Ничего. Потом беру эту коробочку. Вот она у меня тоже разобранная. Чувствую. Блин, очень сильно пахнет горелым. Раскрутил. Испугался, что не дай бог вообще SSD-диск сгорел. Потому что я на него скидываю все материалы. В том числе вот этот влог там лежал. И поначалу расстроился. Думаю, блин, ну что за херня. Неужели перед поездкой у меня вот это все произошло? И что мне с этим делать? В итоге я раскрутил свой компьютер. Вставил напрямую. Вот видите, да, материнки. Вот этот маленький диск на 2 терабайта. И все определяется. Все вот. CD и вот этот E как раз на 2 терабайта. Вот видите. Мне, конечно, сначала вообще очень грустно стало. Потому что там очень много видеоматериалов. Мой софт, который я там собирал годами. Всякие латы и прочие штуки. Ну, видите, подключил и все сработало. Я, конечно, не ожидал, что он так мало проработает. И что я сейчас буду делать? Возьму свой старый диск. Вот этот 860 EVO. И сделаю полную копию. Благо места там достаточно. И поеду с ним на Кавказ. А какую-то новую коробочку я уже буду покупать после Нового Года. Ну вот, такие дела. Сейчас, собственно, скину данные. Потом все закручу. Ну и пойду спать уже. И заодно вам хочу показать, насколько большая 4080. Даже вот по сравнению с ноутбуком. Гигантище. Все, ребята, я пошел заниматься хренью. И, слава богу, этот влог спасен. Дело в том, что я форматнул вот эту свою маленькую торпедку. Там не было файлов. И я такой, блин. Ну все, пошел процесс копирования. Осталось ждать 13 минут. 235 гигов разных материалов. Я считаю, быстро. Поэтому не придется долго ждать. Скорости, конечно, у моего старенького SSD не сумасшедшие. Всего 500 мегабайт в секунду на запись. У вот этой коробочки было 2000 мегабайт в секунду. Хотя сам SSD может еще больше. И ограничения есть исключительно по техническим характеристикам. Вот этой штуковины. Блин, что я все штуковина? Штуковина не зала. Ну ладно, я на самом деле немного подустал. Уже время, блин, 4 часа. И я занимаюсь вот этой хреборой. Ну все, ребят. Закончилась моя карьера в данной компании. Компьютер я сдал. Получил документы для печати, чтобы отдать будущему работодателю. Там всякие справки, фигавки. По финансовой части мне уже все оплатили. Поэтому все. Доби свободен. Завтра у меня будет собеседование. И в четверг мы уезжаем уже в автопутешествие на Кавказ. Стою у холодильника, выбираю, что бы взять попить. Ну, наверное, лимонадик. Сейчас у меня будут котлетки с кетчупом. Взял себе гранд-десерт. И пойду за компом посижу, почилю. Что еще из новостей? Катюха сдала внутренний экзамен. Теорию на вождение. Ну, она чуть попозже будет в кадре. Поэтому все расскажет более детально. Так как некоторые подписчики у меня очень придирчивые, я все-таки хотел показать, что я отключаю систему стабилизации, когда я выезжаю с угроза. У меня здесь в мультимедиа-системе специальная настройка. Есть и выкл. И обратить внимание, на центральной консоли тоже есть пиктограммка. Она в этом случае не включает вот эти все помощники. И я спокойно выезжаю на полном газе. А потом просто включаю вкл. Все. Система поддержания курсовой устойчивости включена. И можно дальше ехать. Так что я не знаю, зачем вы пердите некоторые в комментариях, что я какой-то олух и не знаю, как это делается. Да все я знаю. Просто, блин, если я это не показываю, это не значит, что я этим не пользуюсь. Или просто игнорирую. Все. Показал. А я поехал на встречу с китом. Взял кофейку, чтобы она немножко попила, расслабилась, отдохнула, потому что у нее такая достаточно стрессовая ситуация была. Она очень долго учила билеты. Последние там несколько дней ложилась прям крайне поздно, чуть ли не в 5 утра. И изубрило все это дело. Вот. И я решил ее поддержать, встретить с кофейком прямо у метро, чтобы она на автобусе не ехала. Бежит. Ага, да. Я тебе копеек взял, бутербродик взял. Аккуратней, сумкой залезешь. Ну, где я взял? Ну, камеру не все взяла. У меня сняли швы. Да, классно. И сейчас давай, кстати. Я тебя поздравляю. Спасибо большое. А меня ты не хочешь поздравить? Всем с совокупением? Ну да, то, что я теперь безработный. Что-то я на твой телефон села. Ну, ничего страшного. С бобкой. Ну. Ти мой безработный. Люблю тебя. Ну, че ж надо отдыхать? Надо. Отдыхай. Завтра только, говорю, собеседование пройду и все, полноценно буду отдыхать. Ты представляешь, у тебя получается сколько? Недели две, три точно будет, а может и больше? Больше. Такие ты целый месяц будешь отдыхать? Да, почти. Круто? Круто. Ну, чуть меньше. Я еще, знаешь, что вспомнил? Что ровно год назад мы с тобой полетели в Таиланд. Угу. Ну, 15-го или 16-го туда прилетели, я не помню. Не 20 какого-то? Угу. Среди декабря, да, за две недели до Нового года. Ну, че, рассказывай. Сегодня какое? Сегодня 18-е. Что рассказывать? Ну, про экзамен, вот это все. Короче. Там, сейчас, мне надо, о чем тут можно стоять, да? Ничего, что там не долго. Не особо, но ты можешь, да, распаковывай. Что такое, кто-то пристроился, так сейчас, наверное. Да. Это, насчет экзамена. В общем, там было 60 вопросов. Все, кто сдавал, знают, что в автошколе 60, ГИБДД 20. Вот. Но, я думала, что если допускаешь из 60 вопросов одну ошибку, то плюс 5 вопросов, да? Две ошибки плюс 10 вопросов. Три ошибки не сдал. Получается, если две ошибки допускаешь, то получается всего 70 вопросов. Вот такая вот схема. Я допустила одну ошибку. Но, в свое оправдание скажу, то, что все 59 вопросов, на которые я ответила правильно, я их видела в ДромПДД, в приложении, которым я занималась. А вопрос, на который я ответила неправильно, я его видела впервые, вообще никогда такого не встречала, и в ДромПДД его нет. Почему я с такой уверенностью говорю? Потому что в ДромПДД есть такой марафон 800 заданий, вопросов. Это все, которые существуют. Других не бывает. И я прошла этот марафон от начала до конца, все 800. И там точно не было этого задания. Ну вот я на нем и ошиблась. А задание было интересно, нет? Ну, короче, про аптечку. В общем, там спрашивалось, кому надо возить аптечку, кому нет. Варианты ответа это, типа, легковые автомобили, по-моему, автобусы, мотоциклы, типа, все мотоциклы. Или мотоциклы без коляски. Без коляски. И ответ был то, что аптечку не обязательно возить. Да, вот. Не обязательно возить мотоциклом без коляски. А с коляской обязательно. Это логично, я бы так и ответила. А я ответила всем мотоциклам. Я думаю, а куда они в коляску? Коляски бывают открытые, они аптечку положат И украдут Ну мы по-разному думаем немножко Ну ладно, самое главное сдала, пофигу Но все же не запомнишь Одну ошибку ты допустила, мне пять вопросов Хренак, и я сразу увидела Ты что там пять вопросов новых добавил Все такая, аааа, нет Ну нормально, я все на пять Тебе тоже верно все ответила, потому что я тебе говорю Я все прорешала, я блин досконально Прям вот как задрот сидела Все это тыкала, тыкала, тыкала Днями, ночами, потому что, ну я боюсь экзаменов Я хочу подготовиться максимально Вот, и я молодец То, что там я ответила неправильно, говорю Я не виновата, не было этого в приложении Ничего страшного, и шов тебе сняли, да? Швы мне сняли, да Он просто забыл про них? Не забыл, он сейчас их еле нашел Он туда зеркалом, блин, лезет, говорит, я их не вижу Они реально настолько глубоко, далеко были расположены Что мне надо было щеку растягивать Просто випец, чтобы их увидеть Все остальные, которые были вот здесь, вдоль щеки Он, Дисней, здесь, он снял А эти он не увидел просто Короче, Катя второй раз просто ездила Он сказал то, что они в любом случае бы рассосались Просто когда? Долго, наверное А с ними не очень удобно, они такие мешают Я понимаю В любом случае, когда что-то во рту находится Тебе хочется побыстрее от этого избавиться Вообще красота У мамы посидела Порокатимся? Порокатимся У мамы посидела, поболтали Я даже чуть не уснула Ну как, наверное, уснула все Да, вырубилась на пару минут Перед выходом И такая, это, глаза открываю А мы смотрели, ну, сиди Вот это Я открываю, это, глаза такая Типа, смотрю на телефон А я хотела выйти где-то в Что-то в 17.50 Смотрю, в 18.10 Я уже на 20 минут позже вышла Но на 20 минут вообще я опоздала к нему Ну, ничего страшного Ты все равно сидела, ждала очереди Да Даже не смотря на то, что опоздала А так бы еще дольше сидела Кофеек размешан, да? Да, все размешан Конечно Все под ключ, все под ключ Как тебе погодка? Жопа, я сегодня Плавала? Плавала Прям в лужу? Прям на жопу Нет, не в лужу, на льду Короче, дорожка в центре Москвы Вот эта вот высотка, как она называется На Котельнической набережной Наверное, да Вот, я там шла вдоль по этому По тротуарчику, по ордюрчику И там, получается, все растаяло И потом сразу же замерзла И я вот иду такая, иду Там люди передо мной такие еле идут Держатся за поручни За все, что вокруг видно Ну, короче, все плывет А я иду такая спокойно Я думала, что оно растаявшее И типа это каша Я думала, это не лед, а каша Я наступлю, а оно такая А это твердый лед И я иду с уверенностью Все, блин, еле-еле А я такая с музычкой Такая иду на веселье И назад просто вот так свалилась Ну, аккуратно Если вдруг кто не знает То вот вам показываю Что в Москве сейчас плюс два И на улице куча воды Я тебе взял Grand Deluxe Без лука, с доп-сыром Ништяк Артем, который братьев Сказал то, что ты что, еще похудела? Я говорю, да нет, вроде Ну, то же самое все Все те же 41 Но хочу поправиться Он говорит, ну, Макдональдс Вкусная точка каждый день Я говорю, так и так почти каждый день Я говорю, не работает, блин Глисты Слышишь, глисты Мы приехали в нашу деревню Сейчас выкинем мусор Именно до помойки дойдем И я вам покажу, что там происходит И заодно вольвешник Там уже так сильно завалили снегом Такое ощущение, что чистили Прямо на мою машину Смотри Как тебе такое Прикол? Вот так вот у нас Разбирают мусор И там еще даже машина без номеров стоит Прикол Я не знаю, почему Катюх У меня нет ответа Может, просто проехать не могут? Может быть Ну Слушай, ну если Если оно еще так полежит Несколько дней Тут вообще будет полная жесть Да, вот я тоже о том же Если они не могут проехать И верьте, сколько здесь мусора Да И пойдем теперь вольвешник посмотрим Вот тут более-менее А вот тут какая-то херня Потому что в прошлый раз Я здесь расчищал Смотри Мы там ходили пешевачком Туда-сюда Да Ну ладно Подождем немного Я думаю, немножко снег Все равно вниз уйдет Да это все бесполезно, Катюх Вот все равно растает Ну что, друзья Сегодняшнего дня Я официально бездельник Я сейчас подошел пораньше к машине Пока все выехали на работу Я видел, у подъезда есть свободные места Вечером, когда с Катюхой мы приезжаем Соответственно, все занято Я сейчас установлю ровный пол Для вот этой моей малышечки Беленькой, вероникатиной И, соответственно, скину незамерзайку Все, работа закончена Вот, друзья, ровный пол Тут внизу у нас ниши получаются Туда всякие мелочи можно распихать И вот так вот можно спать Покупал, видите, за 3000 рублей Много лет назад Знаю, что Ну, они примерно два раза подорожали эти доски Ну, если вдруг заинтересовало То сами найдете в интернете Сайт, по-моему, ровный пол РФ называется Могу ошибаться, конечно Много времени прошло Так У нас немножко ремень заживало Все Остальное все проспихал Я вошел в раж После того, как установил ровный пол в Шкоде Я пошел к вольвешнику И стал ее раскапывать Сейчас у меня аж руки трясутся Снег Пипец Какой тяжелый Но я в итоге это сделал Поставил ее сейчас у подъезда Сейчас немножко отдохну И поедем с Катюхой покатаемся Плюс у меня есть Небольшой подарок для Темика Я, конечно, говорил, что Ничего дарить ему не буду Но мы решили все-таки Купить ему машинку Она не очень дорого стоит Это китайский конструктор Там в районе 4000 рублей Но вы скоро все увидите А Катюха тут параллельно занималась Домом Все тут прибрала Отлично Отлично А сегодня вечером буквально Я уже буду заниматься тем Чтобы писать список Чек-лист Что мне нужно взять в автопутешествие Ребят, мы в итоге поедем в среду В автопутешествие Потому что у Кати не будет В четверг экзамена И мы решили это время С пользой потратить Не тратить И поехать что-то меньше Я не знаю, когда выйдет следующий ролик Ну, потому что мы будем в дороге Естественно, я буду снимать За это не переживайте В какой-то момент я обязательно выпущу Может быть даже что-то до Нового года Но не могу обещать Еще хотел сказать большое спасибо Что ставите лайки Я действительно вижу вашу обратную связь Да, у меня там их не очень много Но чуть больше, чем было в предыдущих роликах Все равно Мне приятно Ну, потому что срочно снимаешь Когда никакой реакции нет Это как-то не очень Я на просмотры не смотрю Но ваши лайки Для меня очень приятная история Поэтому, если не сложно Продолжайте это делать Это займет у вас буквально секунду-две Сколько там И для меня это мотивация Мы сейчас опять толстеем Взяли в Макдаке Вкусные точки, кофеек И по бургеру И как я говорил ранее Едем в онлайн трейд Там для Темика подарок Он будет забрать Завтра мы поедем от мамы уже Оттуда чуть поближе Я подстригусь у Димы Мы сегодня, завтра с тобой пособираем вещи Вот И все Классно Я смотрю, это аккуратно Тут все проставило Столько воды надо Да Погодка, конечно, такой себе, ребят Сейчас вообще Москва плывет Утварь Тачка, которая перед нами ехала А наша, это Столько упрызган У нее было Видел, конечно У меня поворотники Как Ну и поворотники Блин Дворники Как сумасшедшие сейчас работают Да, креветочки Все Вроде рассказал Следующим кадром Покажу подарок Все Я с Тельниковским подарочком Вот такая машина Это у нас Ситроен 2СВ Сейчас свет включу Вот такая большая коробка Еще 238 деталей Тут камера Прикольно выглядит Это ретро-машинка Тут есть оригинальная Вот как она выглядит Прикольная Очень красивая Мне кажется, вообще здорово Ему понравится И она по масштабу Такая же, как и все его машинки Вот я Еще полочку надо прибить, да? Да Мы уже с мамой говорим Надо расширять ассортимент Коробка сама по себе такая черная Красивая Я думаю, он будет очень доволен Я тоже так думаю Мы договорились, что Мы же ему до этого машину покупали Авансом Что он будет пятерки получать И т.д. и т.п. Но что-то не смогли сдержаться Мы просто ему сказали Все Подарков больше не жди Мама ему телефон подарила Я ему конструктор Вот увидели Думаю, ну ладно Чего уж Ну ты скажи, что это Новый год вы подарите Ну да, это под елку Чтобы у него было ощущение Что праздник Подарки и так далее Хоть он и двоечник Но мы его все равно любим Че? Племянник есть племянник И на этой ноте я буду заканчивать Влог Я не знаю Какой он там по хрену Тражу получился Но следующий уже будет у нас сборы Всякая рутина Я это все тоже покажу И Опять же повторяюсь То, что не знаю Когда он выйдет Но постараюсь побыстрее смонтировать Там уж в автопутешествии Я просто еду Устаю Очень много за рулем Не всегда получается И нет мотивации Иногда просто за пять минут Начинаю храпеть, да? Угу Вот Ну все, ребят Я заранее вас поздравляю С Новым Годом С наступающим Ну и Пишите комментарии Ставьте лайки Скоро увидимся Ручку Ручку надо Чпоньки